Друзья, всем привет! Сегодня мы решили на Ивтаг пойти в ресторан Папаха. Это один из самых известных ресторанов Дагестана, и сегодня я покажу всю красоту этого ресторана. Музыка Как сейчас месяц Рамадан. Ресторан работает с шести, то есть после ифтара. Нужно сделать предзаказ, забронировать столик. Также здесь для удобства они поставили меню. Вот такое. Вы только посмотрите, сколько здесь народа. Для начала хочу вам показать кабины. Здесь очень красивые кабины, пока люди не пришли. Они забронированы, поэтому резко-резко снимут для вас. Смотрите только на эту красоту. Я здесь хоть и была, бывала очень много раз, вот в кабине впервые. Очень все красиво. На столе по умолчанию здесь и финики, вода. Друзья, сказали немножко, здесь три кабины. Здесь люди. Сюда не зайдем. Вторую. Для маленькой компании еще вот такая вот кабина. Тоже красиво. Здесь тоже свои. Смотрите, как это аппетитно выглядит. Особенно, когда ты постишься и весь ты ходишь голодная. Такой симпатичный мангал. Показали. Я вам покажу еще молитвую и уборную. Это тоже отдельный вид искусства. Очень нравится все. Это я. Здесь внутри. Такое зеркало. Все очень красиво сделано. Я обязательно должна вам извиняюсь. Я должна вам показать вот это. Вот такие ракулины красивые. И это как красиво. Мы пойдем на второй этаж. Здесь, вот на этой стороне, зазу после входа, тут кабины. Дальше ходят. Два, два, два. Костя, приема, за дом, в океан. Смотрите, это какой прикольный камин. Я тоже должна быть здесь. В общем, это кофейня. Бар. Бар, правда, маленький. Ну, красивый тоже. Сейчас пойдем на второй этаж. И будем ждать Азана. Я не знаю, какой столик наш. Здесь обычно проходят банкеты. Вот. Я только добралась. А моя куртка, видите, уже давно тут. Меня ждет. Я надеюсь, мы будем сидеть здесь. Ну, и уже здесь. Здесь тоже оказывается камин. Маленький. Мини-камин. В общем, он говорит, что в этих картинах тоже есть какая-то мудрость, какая-то история. То есть это не просто так рисунки для красоты сделали, а типа, что у них есть какая-то история. И типа, вот по днях им скажут, что за история. Я сама не знаю, что за история. В общем, вот. История, история. Но мне вот это понравилось. Очень сильно понравилось. Я хотела за этим столиком сесть. Но нас посадили сюда. Вот сюда. Я решила сегодня соответствовать. Хотя не сегодня я всегда так. Не, не, не. Единственный минус. Это единственный момент этого заедения. Это вот эти стулья, которые невозможно двигать. Все. В общем, что я хочу сказать друзьям. Папа-папа хоть и звучит пафосно, да, все думают, что здесь все дорого, дорого, дорого. Но по сравнению с такими незначительными заведениями здесь в разы дешевле. Здесь не такие завышенные цены. Очень даже адекватные. Все голодные, поэтому не обращайте внимания. Люди голодные. Сейчас я вам покажу. Я вам уже показываю. Там же были цены внизу, которые... Эти уже, ну, измененные. Это уже старые, да, были? Вот я вам сейчас покажу. Актуальная цена вот здесь. Здесь реальная цена. В общем, вот такой сет. Ну, вы можете и у них на странице посмотреть. Ну, просто так, пару штук покажу. Бургер по паху. Вот такой огромный бургер. Это стоит 795 рублей. Единственное, что по мне дорого, это стейк. Потому что, простите меня, по паховцы, я была в этом в этом Айбе, короче, я была. Я вам покажу этот ресторан тоже, такой крутейший. Ну, раз мы сейчас по паху, либо это по паху. Здесь единственное, что дорого, это стейк. Потому что здесь нужно платить за грамм. С 350 рублей, по-моему, 100 граммом. И минимум, там бывает где-то 700 граммов. 500, да? А, 500 граммов, простите. Но все равно, по мне, это дорого. Вот. Единственное, что дорого, это пахнет. Хотя в других заведениях, которые я уже сказала, здесь поблизости, да, такие не такие знаменитые, там тоже цены намного выше. Или плюс-минус такие же. Так что, друзья, не бойтесь, если вам интересно увидеть по паху, если вас останавливает, у моих многих знакомых останавливают именно цены. Они мне всегда говорят, по паху, наверное, там дорого. Все говорили, типа, ну, там были, там дорого. Ну, на самом деле, недорого, вообще. Я была в кафе здесь, напротив. Там такие же цены и даже выше на что-то. Короче, вот. Вы можете просто на 500 рублей здесь досыто поесть. Что? Это такая реклама, да? Приходите по паху. Нет, ну, если у вас останавливает именно цены, приходите. Не бойтесь. Друзья, здесь, смотрите, то, что у нас называется, закталхвофюглоу или гадич, как это, в общем, горский суп здесь называется. Плюс-минус такой же, но немножко кисловатый. Здесь те же злаки, то же самое. Ну, не знаю, что придает, но такой вот кислый прикус. В общем, друзья, у меня сегодня менее разговорчивая шанс, пока не сделала, кто не отпустил в разу. Так как у меня тоже нет сил. Не знаю, откуда люди берут эти силы, так громко разговаривать. Ну, у меня, честно, нет сил. Надеюсь, я поем, и у меня появятся настроения. Я вам расскажу. Более интересно. Это что, Расул? Это покачи. Покачи? Вот это что? Это почти из куриной печени. Я очень люблю почти без куриной печени, и где бы я не бывал, я всегда пробую именно почти термичи. И каменные щечки. Вот. Щечки я сегодня не заказал, только просто держу. И поэтому много не с вами есть. Но паштет обязательно. Это по умолчанию каждая скажет, что я слышу паштет. Потому что такой паштет никогда здесь не был. Такой нежный паштет. Вот это же вишневое варенье сверху. Сочетание бомбовое просто. Очень советую. Короче, Расул закончил говорить. Люди тоже закончили говорить. Я не знаю, вам будет слышать или нет, но здесь, друзья, такой бум. У нас микрофона нет. А мой пока блогер на меня не мог. Так как у нас блог, мы стали париться по этому бону. Но я прям чувствую, что нам обязательно нужно купить микрофон. Иначе никак. Так что давайте скиньтесь нам на микрофон. Здесь дети машину войдут. Я тоже по чуть-чуть, по чуть-чуть самонутина сходить. Вот этот свой, свойский человек, вот этот официант. Сейчас он придет и будет для нас рассказывать. Исполнять, да? Амин. 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 Спасибо. Спасибо большое. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok